о российской нации, то есть о вас, о нас с вами. Во-первых, я надеюсь, вы понимаете, что речь идёт, и это принципиально, не о русской нации, не об этническом единстве, не о национальном проекте, а о проекте, похожем на проект советского человека. Речь идёт о многонациональной российской нации, о законе о гражданском обществе. И обо всех этих проблемах русской национальности, возможности или невозможности российской нации мы с вами сможем говорить только до выхода этого закона, потому что, когда он выйдет, обсуждать его будет, во-первых, противозаконно, а во-вторых, собственно говоря, совершенно бессмысленно. Можно ли таким макаром нас объединить? Миролюбие наше, оно всегда было каким-то очень своеобразным. Сначала миролюбие, миролюбие, потом реки крови. В ближайшие годы мы с вами не получим никаких законов, которые приближены к жизни народа, просто потому что, как мне кажется, они предназначены для какой-то прямо противоположной цели. Ну вот, не знаю. Открываю ленту происшествий ТАСС. В Подмосковье задержан администратор очередной группы смерти в соцсети ВКонтакте. Ранее Следственный комитет сообщил о задержании администратора одной из групп смерти в соцсети ВКонтакте, провоцирующей суициды среди подростков. Конечно, я чисто профессионально смотрел эти группы. И, конечно, их создателей, администраторов так или иначе надо изолировать. Но явления-то это социальные. И эксплуатируют они одну очень простую вещь. Смысл их в том, что у тебя нет будущего. Ты никогда не станешь лучшим, как в кино. Ты никогда не будешь богатым, потому что все деньги уже распределены. Тебе никогда не удастся уехать за границу, потому что для этого тоже нужны деньги. Достойно ли человека, скажем, перепродавать наркотики или заниматься еще каким-нибудь дерьмом. А вот там всякие разные великие и не очень великие мистики утверждают, что есть шанс, что ты окажешься где-то в лучшей жизни. Там, ну, на подростковом языке, еще раз я опасаюсь это цитировать, прямо-таки возникают целые поэмы безнадежности. А мы в это время занимаемся законом национальной общности, гражданской национальной общности, созданием единого чувства единой нации. Мне кажется, что все это очередное прикрытие внутренних и, в первую очередь, даже не только экономических, но и чисто психологических проблем. Пользуясь материалами предыдущих передач, я скажу, что на самом деле вы теперь легко можете отклассифицировать. Это форма нарциссизма, правда? Это чистый нарциссизм, самолюбование. Меня надо уважать за то, что я русский по крови. Тут вот всякие понаехали, мою кровь давят, унижают. Вот ведь что самое страшное. Это главная форма самоуважения, нарциссизма, самолюбия, самолюбования. Этим законом будет подавляться. Поскольку это закон, в который будут включены все российские граждане, живущие на территории нашей великой страны, и этот закон совершенно не предполагает некого обозначения, некого этнического превосходства. Не боже упаси, представляете себе, что будет, если в этом законе будут даны какие-то превосходства людям русской национальности. Русская национальность, которая, несомненно, существует. Которая описана как этнологический, расовый тип. В общем, русская национальность, несомненно, существует. Только уважать человека только за нее, как и за любую другую национальность, совершенно невозможно. Но или человек занимается развитием своего самолюбия и, наконец, отвечает себе на вопрос, за что его нужно уважать, и нужно уважать, и должно уважать. Либо человек, который привык, чтобы его уважали. Ну, вот просто за то, что в его стране есть атомное оружие, за то, что он русский, за то, что он... За то, что так команда его блестяще играет в футбол, его самоуважение будет сдавлено как тисками. Оно превратится в натянутую пружину, в сжатую пружину, если этот закон будет особенно интенсивно педалироваться. То есть, если об этом законе речь пойдет всерьез. Мы же часто принимаем законы, которые как бы там... Они бряцают, как фанфары, и потом о них все забывают. Как бы такой красивый закон приняли, теперь его можно не соблюдать совершенно спокойно. Любые механизмы консолидации, давайте это так назовем, у нас идут от противного. Мы очень здорово объединяемся перед фантомом, прям фантомом, внешней угрозой. Ну, вот мы так лихо объединяемся против страшной угрозы Европы, Украины. Просто потрясающе. Понимаете, какая штука? Вся жуткая беда, она заключается в том, что у нас нет общих ценностей. Или эти общие ценности мы используем вот как нарциссы. Это еще совсем недавно, год назад. У нас православные люди, они самоопределялись как люди, которые борются с неправославными. И так очень часто себя и позиционировали. Я борец за православие. А вот, когда такой православный, в кавычках, врывается громить выставку фотографий, причем этих гопников православных, прости господи, честное слово, прости господи, их никогда много не бывает. Это всегда один, два, три человека. Ну, ладно бы вламывалась толпа, погром, вырывали картины. Нет, заходит там какой-нибудь гопник, показывает по-своему пальцы веером, и говорит эту выставку закрыть. Или начинает что-то там разламывать. Все стоят удивленные, культурные такие. Боятся по зубам получить. Никто сдачи ему не дает. То есть, и для него, ну, какой-то труд художника, неважно, там, одобряемый тобой или неодобряемый, на выставке он не представляет ценности. И для зрителя тоже никакой ценности не представляет. Зубы, которые могут выбить в драке ценнее. Понимаете, какая штука? Я хочу сказать, почему я... Это не негатив по отношению к закону. Это некая ошарашенность. У меня такое впечатление сегодня, что общих ценностей для россиян нет. Их можно только имплантировать. Имплантировать. Вот вырезать в нас дырки, и туда имплантировать ценности. В виде там, не знаю, транзисторов, тиристоров, тотального наблюдения. Ну, пока до этого, я надеюсь, я не доживу. Но, как вам сказать? Я имею в виду для россиян. Они вырабатываются, вырабатываются столетиями. И нельзя сказать, чтобы было огромное количество людей, которые пытались об этих самых общих ценностях хотя бы говорить. Может быть, нам, может, мы действительно заслужили, и нам надо эти ценности имплантировать путем создания целого ряда законов. В первую очередь, запретительных. И я абсолютно уверен, что... Ну, я. Давайте. Я не знаю. Можем поспорить на что-нибудь. Правда. На бутылку шампанского к Новому году. Что этот закон обязательно будет включать в себя в первую очередь вот эту самую консолидацию от противного. Он в первую очередь будет в себя включать всякие разные статьи и позиции, кто является врагом, указывающие на то, кто является врагом или противником вот этого самого, вот этой самой новой российской национальности. И тогда люди будут себя как-то самоопределять. Потому что, если он будет включать в себя построение какой-то системы ценностей, как бы, если закон будет внедрять какие-нибудь ценности, то мы будем против. Это же законы, элементарные законы инфантильного мышления. Это Василий Ануфович Лоский, который одной из немногих книжек написал о характере русского народа. Очень боятся этой темы. Не только голосовать за выборы президента. А то, вот видите, вот Шульженко с характером русского народа. Особенно выборы последние, они, конечно, были, они продемонстрировали, что бывают выборы настоящие. Не подготовленные, а настоящие. Когда фактически независимый кандидат. Почему у нас? Ну, потому что, в общем, такого уж прямо непосредственного отношения к нам это не имеет. Но это азартная игра, которую можно наблюдать по телевизору, и которая, ну, в любом случае, если и приведет к каким-то там результатам, то для нас, то весьма отдаленным. А так, можно поболеть, как за, вы знаете, женские волейбольные команды. У кого ноги длиннее, у кого мяч летит лучше. Вот. А в своей стране, вот об этом, как раз много писал Лоский. У нас чувство безнадежности. Вот как у тех детишек, которые собираются на сайтах, на группах смерти, во всяких разных социальных сетях. Сколько я знаю там результатов вопросов, у нас еще никогда в жизни не было столь малой прослойки людей, которые с симпатией относились бы к Европе и США. Эта прослойка в вопросах достигла исторического минимума. Если я сейчас не ошибаюсь, где-то в районе 23% населения всего. Но вся беда в том, что когда ты строишь свою культуру на противостоянии врагу, то в результате оказывается, что ты ему завидуешь, считаешь, что у него все лучше, и поэтому на самом деле, втайне, пытаешься ему подражать. Помните, как цель жизни по Никите Сергеевичу Хрущеву, по Никите Сергеевичу Хрущеву, догоним и перегоним Америку? Разве нет? Ну вот мы ее как-то все время догоняем и перегоняем. А все, что касается своей страны, то в ней мы крепостные, в ней мы чувствуем себя абсолютно безнадежно. Я только поэтому группу смерти вспоминаю. Потому что вот эта компания, которая собралась на картине Василия Шульженко, эта компания собралась, это очень униженная компания. Это компания, которая хочет показать свою значимость в одном отдельно взятом микрорайоне, более того, на одной отдельно взятой тропинке. Вот это мы можем. А во всем остальном мы дети, которые хотим, чтобы папа нас вел куда-то. И не важно, этот папа будет с железной рукой или с не очень железной рукой. А сами мы, чтобы ни за что не отвечали и шкодили вот в этом вот отдельно взятом микрорайоне на отдельной картинке. Вот это нам надо разрешить, а все остальное можно запрещать. А еще нужно, чтобы появился закон о том, что мы хорошие. Назвать патриотизмом можно и национализм. Но патриотизм это все то же самое. Это ощущение ценности тех смыслов, которые существуют внутри твоей культуры, внутри твоей уникальной цивилизации. Именно ценности, ясное их осознание. Что у меня в моей культуре, в моей национальности, в моей стране есть несомненно ценное. когда я могу это несомненно ценное ясно перечислить, когда я знаю корни своей культуры, когда я знаю основных ее мыслителей, основных ее писателей, не просто знаю, а люблю. Ну, как вам сказать, для меня не может быть патриотизма, ну, как минимум, без любви к Толстому и Достоевскому. А когда я их прочел, понял, принял в себя. Ну, не всего, не всего Льва Толстого, не все 90 тому. Но когда я что-то главное во Льве Толстом принял в себя, не могу искренне сказать, мне, я люблю этого человека, Льва Толстого, он мне близок, он мне не чужой. Я не кривлю рожу от объема войны и мира и от объема и в общем сложности братьев Карамазовых я тоже рожу не кривлю. И когда я могу о них, о них, например, с европейским человеком поговорить, потому что очень многие европейцы, в отличие от русских, читали и любят и Толстого, и Достоевского, и иногда просто поражаются, до чего мы дошли. Ну, это я имею в виду там очень высококультурных, конечно, людей. И тогда вот это для меня и есть патриотизм. А все остальное, вот это пасконно-кандовое это не патриотизм, это нарциссизм, который рядится в одежке патриотизма. Это такой способ самолюбования собственным пупком, их патриотизм, он ни малейшего отношения не имеет. Это если я и Ленина чего-то почитал, и Троцкого, и Сталина, и в общем, что-то для себя понял и про эпоху Николая Первого, на которую так похожа наша современная эпоха, что прямо взгляд оторвать нельзя. как бы это выразиться, патриот это некоторый смысл, это возможность говорить о своей родине, а национализм и фашизм вместе с ним это любование своей кровью, или формой своей рожи, или цветом своих волос, и это не патриотизм. Я не самые худшие варианты, что Дженка выбрал для сегодняшней программы. Но вот с этими лицами я хорошо знаком. Увы, вы счастливый человек, если вы их не знаете, этих лиц. А вот с этими нет. Я не знаю этих лиц. Вы знаете замечательно, вы счастливый человек. К сожалению, для меня вот эти вот попытки найти единство не с помощью нахождения смысла, а с помощью закона, который позволяет опять что-то контролировать, они предвестники развала, увы. Да послезавтра есть время, давайте в четверг вечером попробуем поговорить про фильм «Авиатор» Скорцезе, ну, чтобы просто хотя бы немножко разбавить наш поток философских размышлений. Если я небольшой специалист по политическим проблемам, все равно я ужасно рад вас видеть и очень благодарен, что вы до сих пор с нами. Спокойной вам ночи. До новых встреч!